Они всегда там, где требуется помощь. Они готовы рисковать своей жизнью. Они помогают самым беззащитным. Они такие же, как мы, только им оказалось не всё равно. Они добровольцы. Что не год, то очередное стихийное бедствие. Прошлым летом Крымск, сейчас наводнение на Дальнем Востоке. И на этих страшных кадрах вместе с профессиональными спасателями, военными, медиками, наравне с ними всегда работают волонтёры. Люди, которые бескорыстно помогают другим. Уникальные люди. И в Петербурге их уже тысячи. Служба 0-1 МЧС России. Слушаю вас. Центр управления в кризисных ситуациях МЧС по Ленинградской области. Поступил очередной звонок. В Гачинском районе в лесу потерялись грибники. Супружеская пара. В горячий сезон потеряшек до 15 человек в сутки. Уже третий год в таких ситуациях МЧС выручают спасатели-добровольцы. Отряд экстремум. Помощь неоценимая. Выезжают, всегда отвлекаются. Днём и ночью, в выходные дни, в любую погоду, зимой и в дождь. То есть, ребята, конечно, самоотверженно это всё делают. Главное, всё делать это на общественных началах, на безвозмездной основе. Что, как бы, вдвойне, мне кажется, приятно. И, ну, какая-то гордость, да, за таких даже любить. Оператор МЧС связывается с координатором волонтёров. Уточняются детали. Грибники в лесу уже полсуток. Всего за несколько часов формируется группа тех, кто может бросить все свои дела и отправиться на поиски. Товарищи у нас сидят где-то там, между новинкой и тещой маленькими. Они где-то вот здесь, по этой речке. Скорее всего, вот с этой стороны, со стороны новинки. Там осталась машина. Уазик-буханку купили в складчину. Заправляются тоже на своим. Экипировка, навигатор, рация и собаки. Именно они выручают, когда нужно искать человека уже без сознания. Яндекс, он следовая собака, соответственно. Он ищет конкретного человека по его следу от образца запаха. Гера, она поисковая собака. Она в этой ситуации может быть поменена так, что мы её запускаем. Она ищет любого человека на местности, который находится в пассивном положении. Сидит, лежит. То есть отличается от обычного человека, которого она отсеет. Добровольцы делятся на две группы. Методика поиска вроде простая. Идти и регулярно выкрикивать имя потерявшегося. Прислушался, прошёл, опять крикнул. Только вот искать приходится по болотам и чащам. Когда пройти за час, удаётся метров пятьсот. Валера! Валера! Ольга – геодезист. Саша – специалист в IT-сфере. Оба нормально зарабатывают, но волонтёрство затянуло. Теперь спасают людей в свободное от работы время. Это большие объёмы труда, которые лишён всякой романтики. То есть уходишь в лес, если дождь идёт, через полчаса ты мокрый, уже так довольно основательно. Через час ты мокрый и холодный. И ходить тебе по этому лесу так шесть-восемь часов. Вот, идёшь, 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 идёшь. Идёшь, через каждые там сто метров, сдаёшь протяжные крики. Валера! 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 Мы ходим уже несколько часов. Каковы дальнейшие действия? Что сделать, чтобы найти всё это? Ну, тут ситуация какая. Мы сейчас слышали что-то, то ли отклик, то ли нет. Понять не можем, поскольку у нас потерявшиеся на связи. Сейчас мы смс-очку отправим, поинтересуемся. Слышат они нас, не слышат. Почему смс-ку? Почему нельзя позвонить? Если мы отправляем смс-ку, мы с меньшими шансами сажаем телефон у потерявшихся. Пока они на связи, шансов на то, что они будут, гораздо больше. Наши грибники Валерий и Екатерина всё ещё на связи. Но, судя по всему, далеко ушли от своей машины. Сориентироваться на местности не могут. Начинают паниковать. Поиск затягивается. Мы ищем уже больше пяти часов, при этом грибов могли собрать сколько угодно. Но, к сожалению, самих пропавших грибников найти нам пока так и не удалось. Скоро ночь смеркается, и наша телевизионная смена должна закончиться. Дальше искать мы не можем. При этом сами ребята-волонтёры, поисковики продолжат свои поиски. Хочется сказать, такая у них работа, но это ведь не работа, это их добрая воля. Детский дом-интернат номер 4 в Павловске. Когда-то крупнейший в стране, сейчас тоже немаленький. Здесь около четырёх сотен детей, у многих из которых серьёзные проблемы со здоровьем. И без помощи волонтёров, добровольцев им не обойтись. Я когда стала приходить сюда к этим детям, вы знаете, я стала замечать окружающий мир. И совсем вот по-иному к нему стала. Потому что мы бежим, и бежим постоянно. И не замечаем там ни листочка, ни реагируем. А эти дети, они реагируют на всё, на звук. На... Вот, вот видите, вот вы посмотрите, понравилась девочка. Вот так. Ах ты, ай, ты какой довольный-то! Давай залезь, покажи, как ты залезешь. Давай, залезь. Он умница. Он умеет. Давай, мой хороший, ты же у меня мужчина какой. Ты мужчина ещё какой мужчина. Сильный. Ты сильный. Ты моя умная. Ребята-студенты здесь впервые. И, конечно, им не по себе. К общению с особенными детьми надо привыкнуть. Надо осознать, что в их мире всё иначе. Малютке Ксюше 16. Она всего на два года младше первокурсницы Лизы. Ксюшенька, кто тебе нравится? А эта девочка нам понравилась. А вот такие мы, такие девочки. Она улыбается, она улыбается. Она вообще такая девонька хорошая. Эти кадры мы снимали полгода назад. С тех пор многое изменилось. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Маленькая Ксюша подросла и даже немного ходит. Это большой успех. Лиза стала волонтёром. Она просто не могла им не стать. Эти дети, они обделены тем, чем наделены мы, здоровые люди. И поэтому я хочу, даже, может быть, не одному ребёнку, всем детям отдать то тепло и ту любовь, которую отдают нам родители наши. Пусть даже у этих детей есть родители, но они не часто к ним ездят, насколько я знаю. Либи, ты сейчас поставишь рекорд. Ты не начинаешь прыгать уже шагов 20. Да, им всего по 18. Наверняка их должны волновать походы по магазинам, свидания и немного учёба. Но каждую неделю они приезжают к этим детям, потому что иначе не могут. Они добровольные индивидуальные помощники. В Европе принято, что к каждому такому ребёнку должен быть прикреплён взрослый, который решает его медицинские, юридические, да и просто бытовые проблемы. И ложку научат держать, и на аттракционы свозят. Диби – это просто такой человек, который может найти общий язык с ребёнком, но тот, который не может найти воспитателей или штатные волонтёры. Когда ты общаешься один на один с ребёнком, ты уже знаешь его такой немой язык, скажем так, особенно тяжёлых детей. И ты стоишь его голосом, и ты можешь понять, что ему нужно, просто, ну, когда он этого не говорит. А мне нравится. А я взяла с тобой? А клявишь? Да. Мне нравится, как ты рисуешь. Они у нас яркие с тобой получаются. Сейчас добровольные индивидуальные помощники работают всего в двух интернатах города. Добрая половина их подопечных – отказники. К ним никогда не приедут мама, бабушка или сестра. Но эти дети, как любые дети, так же хотят, чтобы рядом с ними был близкий человек. Не стоит ничего бояться, правда. С этими детками нужно, вот с ними можно чувствовать себя раскованно, и даже ты раскрываешься, даже какие-то твои внутренние опасения, твои внутренние страхи, здесь они улетучиваются. Когда сюда приезжают с огромной головой проблем, здесь все по-другому. Здесь другой мир, мир улыбок, мир детей, которые безумно-безумно рады, когда мы приходим. Екатерина Лапицкая – та самая грибница, которую мы так долго искали в лесу. Муж Валерий сниматься отказался. Стесняется, что плутал с женой полтора суток. В гостях – спасительницы, добровольцы Оля и Маша. Девочки, ну давайте за счастливое изглавление, за ваше мужество, и за то, что все-таки я думала. Все время мы получали сообщения, это было самое главное. Нам уже было легче, надежда была жива, потому что сообщения вас ищут, кричат, покричите, не слышите ли вы собак. То есть они где-то далеко, но эти люди есть, они о нас думают. Екатерине с мужем пришлось ночевать в лесу. Добровольцы нашли их только утром. Практически сутки эти девушки искали абсолютно незнакомых людей. А когда нашли, еще и грибы помогли дотащить. Все это, ну, как бы чисто русский феномен, на мой взгляд. Я знаю, что все это есть и в Америке, и в Англии. Но там другие условия жизни. Там люди уже от того, что так долго хорошо живут, они мечтают помочь и людям, и животным. А здесь, ну, я не знаю, ну, просто, наверное, желание помогать людям. Для меня было чудом то, что вообще откликнулись. Но что еще откликнулись, встали ночью добровольно и бесплатно, и поехали купать своих собак в болотах, и ночью с фонарями ходили за нами, за какими-то сумасшедшими потерявшимися. Ну, это не просто чудо, это какой-то феномен. Повезло, что у них был телефон. Куда чаще теряются пожилые люди без каких-либо средств связи. Однако даже наличие телефона не гарантирует спасение. Мобильные операторы не предоставляют спасателям данные о местонахождении абонента. К тому же для точного пилинга нужно быть в зоне сразу нескольких сотовых вышек. А в лесу так не бывает. Ведетельна вера в то, что можно найти по телефону чуть ли не точечно. В то, что можно найти с вертолета, и они всех подряд будут искать. Вера в это, она, конечно, сильна, но этого нет. Люди относятся к лесу как к парку, как к скверу около дуги. Каждый сезон в наших лесах погибают до шести десятков грибников и ягодников. Практически каждый день где-нибудь кого-нибудь ищут. Ищут спасатели и те, для кого это и не работа, и не хобби. Просто они не могут жить иначе. Нам не нужно людей, которые прибегают совершать подвиг. Прибежала, так сказать, вот прямо из города в кроссовках, значит, в футболке, значит, бандана и на подвиге. У нас никаких подвигов нет. У нас есть понятная, полезная, тяжелая, довольно унылая работа. И поэтому нам нужны люди, которые понимают, во что они вписываются. Мам, помидоры лет не улыбаются. А я льваю. А ты что? Нарежь. До рождения Платона все в ее жизни было удобно и понятным. Хороший институт, аспирантура, карьера впереди. Но когда родился сын, ей захотелось помогать другим детям. Теперь Платон знает, что у его мамы очень особенная работа. Что иногда после работы она подолгу молчит. Даша – это доктор Джанка. Она стала первым в Петербурге больничным клоуном. Если ты в этот момент, когда заходишь в хоспис, а там такая традиция, там стойка, сидит охранник и подсвечник. И подсвечник, зашел подсвечник пустой, окей. Зашел в подсвечнике, горит, значит, ночью, утром, на днях, ну, в течение суток кто-то ушел. Или подъезжаешь, видишь, подъезжаешь в спецтранспорт. И как бы понятно, что кто-то. И думаешь, кто, 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 кто из палеотерных палат. Сегодня та свеча не горит, а значит, все живы. Значит, не надо заставлять себя шутить и смеяться наперекор всему. Привет! Привет, мой хороший. Мак. Ну, 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 ну. Кто мой мальчик? Кто мой хороший мальчик? Ну, позарядуем. Привет! Капец, что нам! Что ты спишь у меня? Просыпайся. Просыпайся. Больничная клоунада появилась в Америке. Там заметили, что даже очень тяжелые дети начинают лучше себя чувствовать, когда им есть чему улыбаться. Сейчас штатные клоуны, то есть работающие за деньги, есть во многих клиниках Америки и Европы. В Петербурге всего несколько человек, и все по доброй воле. Настенька Кашина здесь уже третий год, и она прекрасно понимает, что значат все эти манипуляции, что опять будет укол и будет больно. В этот раз она почти не плакала. Я тебе живи, мальчик и уйди. Да, Слушайте, пятиминутное хорошее настроение уже хорошо. Улыбка, она любому человеку поможет. Развеселит и какого-то постоянного череда негативных мыслей выведет. Раз, два, три. Это всё, что ты можешь? Это всё, что ты можешь? Больничные клоуны часто работают в паре. Всегда можно поддержать друг друга, чтобы не сникнуть, не показать, что жалко, даже когда тяжело. Это медики могут хмуриться, родители впадать в отчаяние, а им нельзя. Это вообще в жизни самое сложное. Просто быть вот здесь и сейчас, и искать то, что здесь, что отзывается, что происходит. Нету плана, что я сейчас подойду к этому ребёнку, покажу ему куклу, он улыбнётся. Сейчас. Покажу ему куклу, он зарыдает. Чего зарыдал? Ну и вот, не упасть, отреагировать. Вот импровизация самая тяжёлая. Здорово. Здорово. Как дела? Сморно. 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 Хорош. Сморно. Смором, добровольцем не избежать профессионального выгорания. Всегда наступает время, когда сам себе задаёшь вопрос. Зачем я это делаю? Ведь это так тяжело. Зачем жертвовать своим личным временем, своими семьями? Другие-то живут счастливо, не жертвуя ничем ради других. Но у каждого из них свои причины. Не сдаваться. Продолжать. Конечно, гораздо приятнее, когда я тебе под очередной фоточкой сработаю. 100-500 комментов. Вы святые, побольше людей, как вы. А ты там с того выхода вышел вот такой. И ничего не хотел. И очень сильно обидно, когда... Особенно кто-то из близких людей. Ну, понятно, да. Ты же надо чувствовать себя хорошей. Ты же надо, чтобы тебя хвалили. А правда-то как? А истина где-то между. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»